Чёрное зеркало Ток-шоу мечтает заполучить в свою студию первых лиц государства. Понятное дело, что так везёт не всегда и далеко не всем. Нам сегодня повезло. На мои вопросы и вопросы наших гостей сегодня отвечает премьер-министр Украины Владимир Гройсов. Здравствуйте, Владимир Борисович. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Дякую, что запросили. Допрашивать вас мне сегодня помогут целый отряд лучших, наверное, в стране политических и экономических экспертов. Спасибо вам, дорогие гости, что присоединились к этому эфиру. Ну и спасибо традиционно нашей аудитории за то, что пришли нас поддержать. Всех приветствую. Владимир Борисович, сразу хочу отметить, наблюдая разные эфиры первых лиц государства на разных телеканалах, невозможно не отметить одну тенденцию. Очень часто эти эфиры превращаются в пресс-конференцию. Ведущих как будто подменяют, они вытягиваются по струночке и боятся сказать лишнего. Героев тоже, в зависимости от этого поведения ведущих, тоже немного могут изменить свое поведение, и они действительно превращаются просто, знаете, свои речи превращают в монологи. Если вы смотрите наше ток-шоу, вы знаете, я вытягиваться по струночке не люблю. Вас приглашаю просто к разговору сегодня. К разговору о том, что нужно нашей стране, к разговору о том, что реально сегодня волнует многих украинцев. Я вам дякую за такой формат, потому что я пришел для того, чтобы мы провели сегодня профессиональный, качественный диалог. Ну, давайте его и начнем. Вы уже скоро год когда в кабинете министров. Скажите, у вас не складывается ощущение, что и правительство, да и власть вообще последние годы в Украине работает, я бы сказал, в режиме тушения пожаров. То одно вспыхнет, то другое. Можете ли вы сказать, что правительство на сегодняшний день реально задает направление развития страны, а не просто реагирует на вызовы? Дякую за ваше запитание. Всем доброго вечера. Насправді в цьому месяце будет 10, 10 месяцев, как мы, 11 месяцев, как мы працюем. 16-й год был достаточно нелегким. Мы разделяем нашу работу на две части. Насправді нам нужно заниматься достаточно важными оперативными завданиями, которые, на превеликий жаль, иногда нам створяют абсолютно штучно. Но я сгоден с тем, что нужно смотреть на реальный стандарь прав сегодня и что нужно сделать сегодня в многих сферах и строить среднестроковую перспективу развития нашей страны. Я пытаюсь объединять эти два подхода. Вважаю, что они стратегично верными. Но то, что мы имеем постельно вызовы, каждый день вызовы, вызовы, которые созданы для нашей страны, это абсолютно очевидно. Тем более, когда у нас появляется шанс вырваться от того стану, в яком мы сегодня находимся. Я вважаю, что 16-й год стал роком певной стабилизации и певных возможностей, которые перешли в 17-й год. И я глубоко переконан в том, что 17-й год будет для Украины успешным. Хотелось бы уверить, но все-таки по настроениям в обществе сегодня складывается ощущение, что страна живет в режиме переживания. Вы знаете, вот зиму пережили, сложную, непростую, с тарифами, пережили, слава Богу. Дальше будем переживать какие-то новые вызовы и какие-то лишения. Важно стране объяснять, ради чего она это все переживает, ради чего она терпит. Если, когда страна узнает, куда мы идем, в каком направлении мы движемся, какие основополагающие моменты мы развиваем, в чем мы делаем ставку в экономике, в производстве и так далее, когда это уже будет понятно? Я постоянно пытаюсь говорить про это, и я достаточно открытый. Один из самых главных наших приоритетов в развитии национальной экономики. Украина должна быть сильной, экономичной, сильной страной. Насправді нам нужно изменять модель нашей экономики. И то, на чем мы сегодня работаем, мы в 2016 году работали, над тем, чтобы восстановить наш потенциал в том числе и в промышленности. Мы получили по 2016 году 2,2% в развитии ВВП. Для людей сегодня чувствовать это развитие очень сложно. Но, возможно сказать, что это развитие очень хорошим фундаментом, на котором мы можем побудить абсолютно другую жизнь. Мова идет о том, что мы можем, как следует работы экономики, изменить социальную ситуацию в нашей стране. Нам нужно провести правильную пенсионную реформу в 2017 году. И мы до этого будем готовы. С одной стороны, это будет реформа, которая построит абсолютно справедливость в системе пенсионной. С другой стороны, эта система будет бездефицитной. Сегодня дефицит пенсионного фонда – 141 миллиард гривен. Это колоссальная неподъемная цифра. И мы маем и маем план до 2024 года сделать полностью все, что необходимо для того, чтобы этот дефицит был минимизированный или доведенный до нуля. Что это означает? Это означает, что сегодня, проведивши реформу, мы значительно можем увеличить пенсии. Я все глубоко верю, и мы это презентуем. Но в перспективе мы сделаем все таким образом, чтобы эта система была стойкой, чтобы она не была сбыточной. Владимир Борисович, каким образом мы это сделаем? Вы можете назвать те отрасли, которые могут и должны стать в Украине, трамплином для этого прыжка, для этого роста? И раньше, например, говорили о металлургии, как о хребте украинской экономики. Какой хребет мы будем наращивать? На основании какого хребта будем наращивать мясо? На основании нашей экономики 31% это промисловое производство. Я недаромно сьогоднюю промисловое предприятие, потому что я вважаю, что наша промисловность имеет огромный потенциал для развития. Нам нужно только создать условия. И мы такие условия начали создавать. 4 квартал 2016 года показал уже взросление не 2,2%, а 4,7%. Это означает, что те программы, которые мы запускаем, они дают свой позитив. В том числе, возьмите, машинобудование сельско-господарское. Мы сейчас сделали программу, которая в следующем году, в 2017 году, даст возможность выработать украинскую технику на больше, чем 3 миллиарда гривен. То есть мы займем приблизительно 30% уже рынка сельско-господарной техники в Украине. Что это означает? Это означает, что вокруг этого будут десятки тысяч рабочих мест. Мы начали капитальный ремонт страны, модернизацию энергетики, собственные виды газа, изменение нашей зависимости от любого импортера. Сначала это были россияни, сегодня наши европейские партнеры, за которыми мы благодарны им, что они сегодня посещают нам энергоресурсы. Но мы должны быть энерго-незалежной, экономически сильной и социально справедливой Украиной. Это мое завдание как премьер-министра. Я щоденно над этим работаю. И вважаю, что мы имеем все возможности. Для того, чтобы у украинцев были высшие зарплати, справедливые пенсии, чтобы украинцы ездили по нормальным дорогам, в нормальных потягах, чтобы внаслідок децентрализации, я вважаю, эту реформу достаточно успешной, мы получили возможность доступа до качественных детских садочков, до качественных школ, качественных не только стены, а и всередине, качественных лековательных закладов. И реформа охраны здоровья сегодня есть на часе. То есть, изменить подход. Я бы хотел, чтобы украинцы жили больше и дольше, чем они живут сегодня. На 7 лет мы живем меньше, чем наши соседи по Европейскому Союзу. Мы можем это изменить. Я все глубоко верю и знаю, что то, что мы сегодня закладываем, будет давать свой позитивный эффект. И то, что вы сказали, что люди имеют недовіру. Это правда. Но эта правда имеет свои причины. Во-первых, я вважаю, что много помилок самои влади. И тут абсолютно очевидно это. Но, с другой стороны, мы видим сегодня, что в нас хочет поселить всех абсолютно неверно в то, что мы можем отбудить, как прекрасная страна, и неверно в то, что мы можем достигнуть успеха. Я хочу подкреслить, что мы способны, и мы обязательно достигнем успеха. Успех означает только единственное. Подвищать качество жизни людей. От детей в нашей стране до людей по хвилам. Я призываю наших гостей уже начинать участвовать в дискуссии. Мы не должны превратить это в базар, конечно, но если у вас есть замечания, и вы хотите перебить премьер-министра, ну я не против. Не думаю, что... Владимир Борисович, участвуйте активно. Вот, Александр, можем начать с вас. Дякую. Владимир Борисович, вы сказали про промышленность, и это действительно очень важно, потому что много кто, как вы знаете, вважает, что Украина должна быть аграрной экономикой с таким айтишным присмаком, а промышленность ей не нужна. Но она есть, и там работает очень много людей. Но, как вы знаете прекрасно, мы все знаем, что за последний час, как эта промышленность на Сходе, она получила такой удар в Великоладе блокады. Это действительно удар, потому что мы там не говорили, это розыск звездов. И вы говорили, вы встречались с металлургами, мы знаем все это, вы с ними говорили. Вы прекрасно понимаете, что на этом дело не закончится. Они уже огласили про то, что за этой блокадой будет блокада Украина-российского кордона. Они имеют в виду на территории Харьковской области, я так понимаю, Сумского и так далее. То есть они пойдут дальше, потому что там уже нет чего блокировать с боку террористов, она тоже зупинена все. Вот в всех условиях, по-перше, как вы взагалі, потому что люди спитают одно, а чому влада ничего не делает? Не в плане разгонять, а что-то делает. Ну, про постанову, я думаю, вы скажете, потому что, я не знаю, вона еще не вышла, мабуть, когда она выйдет, вы приняли. Но, с вашей точки зрения, что нужно делать? Хорошо, заблокируется этот кордон. Окей, мы не торгуем с государством-агресором. Подприятия Харькова, которые тоже, где-то из них пока еще связаны с Россией, они тоже могут остановиться. Ну, не остановиться, а скоротить видобедок. Те предприятия, которые могут быть приватизированы, я знаю, что вы за приватизацию активно выступаете, промысловых предприятий, в том числе государственных, ясно речу, никак инвестор никуда не прийде, потому что в таких условиях не ходят и не покупают предприятия. Какой может быть выход из этой ситуации? Какие втраты понесет экономика? Как вы собираетесь их процедовать? Спасибо за ваши вопросы. Воно достаточно серьезное. Здесь было несколько вопросов. И есть достаточно серьезным выкликом для всех нас. Насправді, нужно в первую очередь замыслитись над тем, в интересах кого сегодня происходит данная блокада. Я ее называю блокадой энергетично-экономичной. И я могу это доказать. Почему так это можно, возможно, визначити? Разом с тем, я хотел бы и вернуться к экономичному взрослению. Экономическое взросление дает нам увеличение наших потенциальных финансовых возможностей, конкурентных возможностей, как государство. Мы имеем тенденцию до увеличения количества рабочих мест, потому что развивается промысловое производство. В ПИТОМОВАГА ГМК и металлургии в ВВП нашей страны 5,6%. Это достаточно значный процент для взросления. В ГМК працюет там больше 300 тысяч людей. Мова идет о том, что фактически это торкается каждого из них. Есть две загрозы. Одна энергетическая. И вот вы сказали про то, что вы знаете, мы прошли зиму, пережили ее, тарифы и так далее. Вы правы. Но мы это строим для того, чтобы в том числе поделать коррупцию, например, в цении формирования цены на газ. Я уверен в том, что пройдет еще полгода, год, и будут выроки судов по так называемым схемам Нищенко, по которым все украинцы узнаются про эти миллиарды, которые лежали в кишени этим оборудчикам. И не только им оборудчикам, но и в том числе их политическим покровителям, которые сегодня находятся в парламенте. И которые из них получили щемесячную мзду по 2-3 миллиона долларов. И они знают, кто это. С другой стороны, мы подготовились достаточно серьезно до зимы. И мы прошли зиму, потому что мы имели очень серьезную систему подготовки. Возвращаясь к блокаде, все то, что мы сделали и смогли прожить достаточно в стабильных условиях, у нас не было вяловых отключений, у нас не было проблем с газом, у нас все было нормально. Но вспомните, как лякали всех украинцев в вересне, в жовтне, что вы, значит, уряд погано подготовился, все будет погано. Нет, это не так. Что сейчас? Холодная зима, Владимир Владимирович. Холодная зима, да. То есть мы были действительно холодными. По поводу верных отключений их точно не будет? Эксперты говорят, после 20 марта можно ждать. Мы маем баланс вугиля в крае. Мы добре подготовились, тому сегодня маем запас местности. Но он доходит к концу. Поэтому первое. Запасы антрацитного вугиля идут до минимума. Антрацитное вугильное – это украинский надрак, который выработается на неподконтрольной темчасовой территории. Это наши украинские надрак. Сделать швидкий замену швидкого импорта неможливо. Больше того, это импортный вугильный в два раза дороже. То есть это тоже есть огромная проблема. Но варианты уже прорабатываются в Кабмине? Что делать, если простоят до лета, до следующей зимы? Ну, видите, тут не нужно этим зловживать. Я считаю, что все должны выполнять закон. Вы дайте мне ответ, или не дайте ответ, скажите мне. Дайте мне пораду. Если я буду видеть, что на меже тотальных отключений 45 миллионов стран, садочки, школы, лекарни, я не смогу за этим всем спостерегать. Все мают это зрозуметь. Потому что тут нужна ответственная державная позиция. Мы маем это зрозуметь. Владимир Борисович, извините, но сейчас складывается ощущение, что власть попросту не знает, как ей поступить, или перекладывать ответственность с одной из другой. Другая позиция тут очень четкая. Другая позиция экономичная. Я сказал, что в ГМК работают 300 тысяч людей. Мова идет о металлургии. Мова идет о том, что по предназначениям 75 тысяч людей может тратить работу. Мы тратим 3,5 миллиарда. Это правда. 3,5 миллиарда долларов валюты, надходжень. Это негативно влияет на курс доллара. То есть все будут от этого нести взбитки. И за это будут платить рядовые украинские граждане. Я за то, чтобы мы избавились любой зависимости от любой энергетической зависимости от любой страны. Но очень важно, чтобы мы сделали это поступово. И я могу вам подкрасить, что уряд, даже за эти 11 месяцев, сделал немало для того, чтобы стать больше энергонезависимым. И я могу это довести на цифрах и в деталях. И даже то, что мы сегодня находимся в блокаде экономической и в угольной, энергетической, и мы сегодня утримаем ситуацию под контролем, это сегодня работа надзвучайно важна. Но цифры и детали, Владимир Борисович, не надо, потому что зрители, они ведь как оценивают энергонезависимость? Вот начнутся, не при виде Господи, верные отключения, тогда им уже будет и недоцифр, они и слушают ничего. Если эти блокады не размочились. Будем надеяться, что и дальше это будет. И все, и все, что мы сами приготовились. Тому, первое, я же абсолютно открыто сказал блокадникам. Друзья, я понимаю, что там есть разные люди. Есть люди, которые там с политических мотивов находятся, а, возможно, есть и патриоты. Подивите реально на картину. Подивите, что происходит. Я готовлю к диалогу, для того, чтобы вы не брали в заручники 45 миллионов стран. И мы должны это решить с вами спольно. Я не получил ответы. Я и сегодня обратюсь еще раз, друзья. Будьте, пожалуйста, вы можете сделать контроль. Мы же приняли решение необходимое. Где мы можем контролировать перемещение товаров, не торговлю, а перемещение товаров, использующих громадских, волонтеров. Я за то, чтобы все было абсолютно публично и открыто. Но для этого должна быть и их воля, в том числе. Но если будет пиковая ситуация, я думаю, что у нас другой вариант просто не будет. Ну, похоже, пока диалог не выстраивается. У вас даже министр внутренних дел напрямую обвиняет организаторов в организации этой блокады. Есть уголовная статья в Уголовном кодексе. Ну, возможно, в этом путь развития и решения этой ситуации. Я считаю, что для нас величезный выстрел. Или тогда почему министр внутренних дел делает такое заявление? Я хочу сказать еще одну тезу, очень важную. Мы строим правовую государство. Правовую государство, не по поводу закону, побудовать неможливо. Все это понимают. Да, есть такие выставки. Если ты хочешь быть свободным, ты должен быть рабом закона. Это не высокопарные слова. Это принцип, с которым нужно научиться жить абсолютно всем. Поэтому я считаю, что вопрос к закону, тут есть вопрос номер один. Вадим, пожалуйста. Ну, панель премьер-министр, как раз наоборот, диалог до закону не имеет отношения, потому что выполняющая влада строится на выполнении законов. Диалог – это в парламенте, поза парламентом. Есть закон, есть порушение закону, влада должна действовать. Вы правильно говорите, что нужна сильная экономика. Но без сильной влады сильной экономики не будет. Это нужно сразу понимать. Что если у нас не будет сильной влады, забудьте про сильную экономику. Сильная влада – это не означает деспотичная влада. Так, в парламенте должна быть нормальная коалиция, которая будет работать на уряде. Так, чтобы закон, который подает уряд, принимался, а не блокировался в парламенте. Это должна быть влада, которая действительно порушила закон. Карайте тех, кто порушил. Не важно, это народный депутат, ветеран, герой войны, герой Майдану. В данном случае они порушители закону. Это первое. Потому что это про диалог, ну, извините, это про сопли. Что диалоги, так и другие. Но, по-друге, мне кажется, что это не может быть энергозалежность саму целью. Япония не является энергонезалежной страной. Так, но тем не менее, что есть нормальная экономика. Они построили. Инша справа, как выстроить энергозалежность, чтобы она была на користь стране, а не в супереч интересам страны. Поэтому, когда говорят, что энергонезалежность в любую цену, какая цена этой энергонезалежности? Но у меня вопрос будет немного другим. У меня первое вопрос, практичное. Вот скажите мне честно, так, открыто, прозоро. Мы втратили герой метрологический комплекс. Мы втратили эти предприятия, которые находятся на неконтрольных территориях. Потому что мы можем втратить и Мариуполь. Потому что они же тоже в зависимости от этого. Да, и что можем, важно, что мы можем... Наш тренажей в Мариуполе. Далее, будете корреговать показники на 2017 год? Действительно, я вважаю, что в 2016 год успех. Так, но мы можем продолжить успех в 2017 году, когда у нас экономика стоит, так? Самые, только что показывали, валютные выручки будет меньше. В соответствии, будет тиск на национальную грошовую одиницу. А это риски девальвации. А это же, это же уже збедненность будет. То есть, эти достижения, которые были в русле растения, в русле погрешения жизни, они будут просто зневелированы. Дякую. Я вважаю, что я и про это сказал. Это влада, чтобы она действует. И мы увидим, как развивается ситуация, и будем все делать для того, чтобы не втратить ни ГМК, ни нашу энергетическую независимость. Потому что кто-то цены газа датуе. И тогда тарифы снизятся. И тогда тарифы снизятся. И так далее. И так далее. Они получили 1,5 сотни дозволей на добычу газа и работали в своих интересах. Ну понятно. Владимир Борисович, я вам хочу напомнить, что уже не один политик... Энергонезалежность, это приоритет номер один. В том числе, энергонезалежность сделает мощную нашу экономику. Уже не один политик в этой стране, я вам хочу напомнить, затрагивал тему украинского газа и обещал украинский газ вернуть простым украинцам, но забывал об этом, когда становился премьер-министром. Станьте, пожалуйста, первым премьер-министром, который действительно украинский газ вернет украинцам. До того, как я стал премьер-министром, я про это не говорил. Я напомню историю других премьеров. Когда я стал премьер-министром, я понял, в чем есть проблема и в чем есть перешкоды. Мы их ликвидировали сегодня. На 2017 год мы уже будем выделять не 100 миллионов кубов плюс, а полмиллиарда кубов плюс. И это все будет в интересах украинских граждан. Святослав Павлюк, энергетический эксперт, наш гость. Какие... Есть ли у власти время на сегодняшний день? Как вы считаете, Святослав, я по поводу... Возвращаюсь к блокаде. Можем ли мы еще ждать или последствия и экономические, и в энергетической сфере уже не за горами? Негативно... Мне казалось, я должен задать вопрос, а не ответить. А мне кажется, что дискуссия, которая ведется на сегодняшний день Стосовно блокаде, стосовно энергетической картинки, энергетического компонента цієї блокады, Вона кульгает на один важный аспект. Мы не видели в публичной сфере полного баланса, что туда заходит, что звезти выходит. Сколько электроэнергии мы туда посещаем, сколько они посещают на нашей территории. Там есть, конечно, три окремые энергоострова, по сути, они между собой где связаны, где с ней. То есть мы не можем делать выясноки, не имея полной картинки. Полной картинки я не вижу. Полной картинки по металлургических предприятиях я не вижу. Я не хочу делать, но я хочу, чтобы, наконец, государство, чтобы Министерство энергетики, чтобы Министерство экономики такую картинку надало. Потому что на сегодняшний день, до меня достаточно часто встречаются журналисты с таким вопросом. Я не могу ответить на это вопрос. Ну, в общем-то, вы своим ответом задали вопрос господину премьер-министру. Владимир Васильевич, секундочку. А скажите, а почему нет прозрачности на этой территории, на третьем году войны? Только вчера Кабмин утвердил порядок перемещения товаров на этой территории. А почему это не было сделано два года назад, год назад? Все регламентировалось абсолютно другими нормативными документами. Те, что мы это регулировали, мы сделали абсолютно правильный крок. И мы визначили только две вещи. Первое, это перемещение товаров, которые имеют отношение к гирно-металлургическому комплексу. Другая позиция, это до нашей энергонезренности, то есть вугилля. Все, крапка, больше жодных перемещений товаров не может. И это принциповая позиция, в том числе и уряда. Что касается энергетического баланса, то мы его впервые сделали в 2016 году. Наш энергетический баланс вообще в стране. Украинский. Мы маем сегодня, украинский, правильно. Мы маем сегодня уже полное понимание, что нам нужно и сколько. Хочу сказать еще одну речь. Дуже важливое. Я считаю, что вообще все, что происходит с вугилем, особенно с государственным вугилем, на контрольованной территории, я считаю, что абсолютно не прозорим. Вот я сейчас, вчера была такая, ну, очень большая трагедия в Львовской области. Я выезжал на эту страшную трагедию беду, когда погибло 8 шахтарей. Да, трагедия действительно ужасная. Хочу напомнить, в стране сегодня объявлен траур по погибшим на шахте. И вы знаете, вот с каждым днем ты начинаешь больше и больше разбираться с этим вопросом. Виходит так, что никому не было дела за то, чтобы шахта степова, чтобы сделать належный уровень безопасности. Записываю вчера. Сколько нам нужно, чтобы индивидуальные засоби безопасности на всех государственных шахтах забезпечить? 200 миллионов. Друзья, 200 миллионов мы сегодня можем найти. Потому что жизнь человека абсолютно бездельная, но они работают на очень сложных условиях. То есть, больше того, вот вчера мы сидим и говорим, ну а что делать? Дефицит вугиля, вот они начали увеличивать выработку. Я не знаю, что это так. Кстати, да, сейчас СМИ говорят, что из-за увеличения выработки угля и произошла эта трагедия. Я чувствовал вчера... Может это быть следствием блокады на Восточном? Я чувствовал вчера эту версию, нехай фаховцы ее просто або подтвердят, або спростуют. Но вопрос в чем? Нам нужно построить прозорый абсолютно рынок вугиля. И наше завдание – побудовать энергетическую биржу, на которой мы можем понять, что и импортованное вугилье, и наше вугилье будет продаваться в рынковых условиях. Это для нас принципово важливое. Вот мы же створили, подивите, мы створили сегодня, на энергетической бирже, сегодня працюет Укргазвидобывание. Когда Укргазвидобывание працювало на энергетической бирже? Николи. Мы в 2016 году это сделали. Это публичные компании, которые уже начинают продавать по рынковым условиям, а не той схемы, про которую я уже могу сказать втрече. А Нищенко, который купил государственный газ, который принадлежит украинцам, по 2 тысячи гривен. Им для этого нужна была цена на газ низкая, чтобы они сами его купили, а на вас потом списывали. Потому что то, что люди платили меньше, потом Нафтогаз отримал прямыми коштами, например, в 2014 году 114 миллиардов. 114 миллиардов, это почти весь дефицит пенсионного фонда. Отримал напрямую с бюджета. Это ваши деньги, деньги украинцев. Мы эту схему ликвидировали, и мы считаем наступным, что этот рынок должен быть абсолютно прозорным. Спасибо. Валерий Кавлович, вы соединяете, пожалуйста. Владимир Борисович, с вами очень трудно спорить, потому что вы говорите о благих намерениях. Мало, наверное, найдется людей, которые не хотят жить хорошо. Понимаете, вы ушли от вопроса, точнее, от ответа, что делать с предприятиями, которые оказались по ту сторону линии соприкосновения, и как с ними теперь обстоят дела. Потому что развивается, в общем-то, крымский сценарий, когда пришли русские, и они начали забирать себе то, что им не принадлежит. Ну, мы промолчали. Я хочу спросить вас о другом. Хорошо, вы говорите о том, что мы стали энергонезависимыми, и будем становиться ими в дальнейшем. Я не знаю, может быть, это и на пользу, но трудно, наверное, объяснить тем же самым пенсионерам, почему у нас увеличивается добыча газа, и увеличиваются точно так же тарифы. Окей, это был Онищенко или кто-то другой, хорошо, мы убираем систему, хорошо, но мы убираем ее не просто для того, чтобы она была убрана, а для того, чтобы было людям хорошо. Вопрос мой будет касаться вот чего. Политики достаточно редко дают какие-то обещания, вот обещания, которые носят конкретный характер. Допустим, после 14 апреля правительство не уйдет в отставку. Что через год? Допустим, мы встретимся в этой студии. Вы можете назвать три параметра, которые вы гарантируете будут достигнуты для простых украинцев. Именно три параметра, потому что говорить о ВВП, это все правильно. Окей, в следующем году, по идее, люди должны почувствовать то улучшение, которое началось в 2016, о котором мы говорим. Давайте так. По чем вы готовы подписаться через год? Это то, что я говорю, я звук выполнять. И тут можно сказать про те кроки, которые сделал уряд. Я обещал, что мы поднимем в двечение минимальную заработную плату. Я это выполнил. И я вважаю, что это абсолютно правильный был крок по отношению к украинским гражданам. Вот это реальный ВВП, реальное его взросление, реальная конвертация в реальные заработные платы. 4,5 миллиона, больше 4 миллионов. Резные зарости, цифры, уточнение. Больше 4 миллионов граждан уже на сегодняшний день отримали подвищенную заработную плату. Это означает, что это был крок по отношению как раз до простых украинцев. Вы запитали меня за предприятие, я буду очень и очень конкретным. Предприятия, которые находятся на территории Украины, а Донбасс – это Украина, они належат Украине, заарестированы в Украине и сплачивают податки в Украине. Потому что это наши предприятия. Никто не спорит с тем, что это наши предприятия. Как мы дотянемся до сепаратистов, как мы дотянемся до тех людей и как мы это все сделаем? Вы задаете надзвичайно-надзвичайно сложные вопросы, над которыми сегодня работает весь мир. Каким образом агрессора нужно повернуть в межи своих кордоней? Это вопрос достаточно глобальное, геополитическое и глобальное безопасность в мире. Потому что враг захотел, еще недавно, они были нашими соседями и говорили, что они наши друзья. Сейчас они стали нашими врагами, потому что они на нас напали. Они пытаются уничтожить нас, как вовне, так и в середине. Поэтому я говорю про то, что то, что происходит с блокадой, это в интересах Российской Федерации. Я могу привести это к примеру, не своих слов, а, например, заступник генерального директора Криворежсталя. Они 25% вугиля купили украинского за украинскую гривню. Сейчас у них есть только два варианта купить это вугилье, або в США, что долго и дороже, або в Российской Федерации. То есть, что мы идем о том, что наши вугилья украинские, которые закупились за гривню, и из которого платились податки в Украине, нужно заборонить, а купить в России. Это диверсия против нашей страны. Теперь что я готовы пообещать? Это не ворог тех, кто блокирует. Теперь что я готовы пообещать? Я готовы пообещать наступник. Я знаю про то, что сейчас ведутся разговоры, что уряд может пойти в отставку. Я про это знаю. И я знаю, почему так люди говорят. Потому что десь мы сломали схему Аніщенка. Десь мы начали ремонтировать украинские дороги. Мы продолжили реформу с децентрализации и делаем абсолютно правильные вещи. И вы можете их чувствовать. Там, где нормальный мер есть на месте, они получили сегодня эти меры 50 миллиардов гривен додатковых ресурсов. Там будет порядок. Там, где мер господарский. Там, где его нет, там будет безлад. Но выборцы должны ему дать возможность. Владимир Борисович, может, пора уже тогда ломать схему с блокадой? Мы поломали схему. Мы поломали схему. Что до неконкурентности по вопросам леков. И я таких примеров могу назвать очень много. Мы подняли МЗП, за что меня там критикуют и так далее. Я могу только сказать един. Когда я премьер-министр страны, я буду поднимать людям заработные платы. Я буду развивать национальную экономику. Я запропоную украинцам справедливую реформу пенсионной системы. Я буду делать все для того, чтобы украинцы отримали справедливым ценам леки. А даже их отримали безкоштовно. Я буду працювать на Украину и на украинцам. Вот это моя проблема. Но вы не один раз уже упомянули о росте минимальной зарплаты. Вы неоднократно уже упоминали о росте минимальной зарплаты. Я добавлю ложку дегтя. Последние данные Госстата говорят о том, что украинцам она не сильно помогла. У нас растет кризис неплатежей. Я обратил внимание, за последние 10 дней долг увеличился до 7... Это цифра, вот эта роста за неделю. Около 7 миллиардов гривен. На сегодняшний день 29. Последние данные были 22 с лишним. Послушайте, вы делаете одну ошибку, Тимки. Потому что за весь лютий месяц были соответствующие нарахования. И зарплата за это нарахование будет в первой декаде, в половине березня месяца. Потому что эти цифры, это поточные цифры, которые не поддерживают никакой заборгованности. Вы думаете, что к моменту зарплаты эта цифра растает 29 миллиардов? Однозначно. Нет, борг залишится. Таких долгов в стране нет. Борг залишится. Хорошо. Борги есть всегда. Всегда есть борги. Но они коливаются. Но я точно знаю, что ни одного серьезного взросления борговых обязанин не будет. Потому что мы смогли защитить 6,7 миллиона украинских семей и дать им возможность адресной поддержки. Под поддержки на оплату житлово-коммунальных послуг. Ситуация не может происходить. Это индивидуальные тепловые пункты. Ситуация не будет. 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 Очень коротко. Вы разбирались с делом Насирова? Что произошло? Ведь это те газовые схемы, которые вы побороли. Смотрите, я не могу разбираться с правой Романа Насирова. С правой Романа Насирова уже занимается национальный антигрупционный дел. Насиров у нас участник ни одного скандала до этого. Вы думали, что вот так все обернется? Что будет такое громкое обвинение? И верите ли вы по-человечески, что будет суд, и если он виновен, то Насиров будет сидеть? Это не первое громкое обвинение за последнее обвинение. Что есть позитивное в этой истории? Я думаю, что самое позитивное в том, что никто из наивысшей влады не есть священную корову. Это первое. То есть каждый есть доторганный, кроме народных депутатов, которые имеют безмежный иммунитет. Это первое. Я знаю, что в парламенте эта дискуссия происходит. Что касается Насирова, то НАБУ будет проводить расследование и далее, крапку в этой справе, должен поставить суд. Очень важно, чтобы и следствие, и сам суд вызвали доверие в общество. Потому что сегодня общественная доверие до судовских органов влады очень-очень низкой. Я всегда говорю про это на всех встречах. Я очень хотел бы, чтобы украинский суд был самой авторитетной структурой в нашей владе. Тогда все будут стоять по стойке смирно и все будут понимать, что если ты стоишь в злочине, как бы ни было твоей прозвищи, как бы ни была посада, ты будешь засуден за свой злочин. Это, что касается расследования. То есть сегодня уряд принял решение. И, насколько я знаю, я говорил с первым заступником главы ДФС. Сам Насиров тоже хотел этого решения, чтобы его отстранили. И таким образом он может доказать свою невинность, не используя свои посадки. Это доброе. Но вопрос за следствием за судом. Следующая вещь, которая очень важна. Фискальная служба должна быть реформирована. И то, что мы сейчас делаем, я думаю, что вы почували. Наша принциповая позиция уряда щодо ликвидации налоговой полиции. Это абсолютно правильный и верный крок. Треба ликвидировать БХСС, бывший, как в национальной полиции. Треба ликвидировать в Службе безопасности Украины, который занимается экономикой. Служба безопасности должна заниматься безопасностью Украины. Украина должна быть создана единственная, за европейской моделью структура, единственная, не четыре, а единственная, которая будет заниматься финансовыми расследованиями. И вот над этим сегодня уряд работает. Мы будем вносить эту инициативу украинскую парламенту. Другая позиция. Украинская митница. Нам удалось, друзья, в прошлом году, даже только по грудню месяце, увеличить надходление по митнице на 4 миллиарда гривен, по году на 18 миллиардов. Нам это давалось очень-очень. Это эффективная борьба с контрабандой. Но нужно делать в митнице системные изменения. И сейчас вы увидите, что в ближайшем месяце будут и новые программы, будут и новые технические контроли, и мы будем выбирать контролю. Владимир Борисович, это будущий залог. Давайте увидим, встретимся и обсудим. Обещаю. Давайте мы увидим это. Очень мало времени. Три гостя еще не задали вопрос. Поэтому, наверное, в режиме блица я вас прошу ответить. Александр Ильич Медилова, Владимир Виталий, вы по очереди, пожалуйста. Владимир Борисович, у меня будет несколько вопросов. Первый. Людям, наверное, интересно узнать, насколько вы самокритичны, насколько вы реально оцениваете работу свою и Кабмина. По истечению иммунитета. Где вы считаете, все-таки могут быть кадровые изменения, вынужденные в каких министерствах? И второй вопрос. Сегодня президент в Харькове заявил о том, что нужно развивать реальный сектор экономики. Вы посвятили пол программы о том, что нужно развивать все-таки промышленность. Как вы считаете, это все-таки начался уже конструктивный диалог с критиками и оппозиционными силами? Вы таким образом пытаетесь найти ради Украины, ради украинцев вот эти точки соприкосновения, где можно... А что у нас промышленность и оппозиционные силы развивают? Я что-то не понял. Нет, но они об этом постоянно говорят. Говорят, много кто говорит. Две речи сразу отповидают лица. Когда я пришел в уряд, я сразу с первых дней, вы посмотрите просто. Я заявил про то, что мой главный приоритет – развитие национальной экономики. Звити начали народживаться новые программы и поддержка реальных секторов экономики. Металургия. Я объехал много предприятий, я видел, что нужно для них. Питание сельско-господарского производства. Поглибление, до речи, производства в сельско-господарском секторе – это очень важно. Питание машинобудования, в том числе сельско-господарского. Сейчас мы работаем над программами импортозамещения по всем секторам промышленности для того, чтобы больше и больше украинцев получили рабочие места. Это для меня приоритет, это моя работа. И что касается самокритичности, я всегда говорю своим друзьям, что больше, чем я сам себе могу покритиковать, не вряд ли кто-то может меня покритиковать. Я достаточно самокритичный, я вважаю, что что бы мы ни сделали, можем сделать и больше, и лучше. Это такой, ну, життевый принцип. В каких министерствах могут быть кадры? Но пока вы не критикуете министров, кого-то можем потерять? Нет, вы знаете, я их критикую, просто вы все равно не чуете. Насправді я тут достаточно стриманный, и с точки зрения публичности, это было випадковость. Деякие речи, просто я вважаю, что лучше из них вымогать работу реально. Мне не нужно их там сварить, чтобы они начали что-то выполнять. Больше того, а знаете, и премьер-министр в своих повноважениях есть очень-очень обиженный. Вы остановки возможны хотя бы? Скажите. Все в нашей жизни невозможно. Все возможно. Виталий, пожалуйста, вы. А вы как вы? Виталий Берой, пожалуйста. Тобто уже згадывали, что заканчивается рік иммунитета уряда, 14 квитня у нас добегает термин речный. И можно насомневаться, в целом у меня выражение, что мы вошли в зону такой турбулентности, блокада политической, в частности, турбулентности. Тобто уже была спроба зарегистрировать постанову, что до отставки уряда, точнее вас персонально у нас за собой тяг на отставку уряда. Тобто на квитень можно ожидать каких-то певных политических рухов. Вы, в целом, до них готовы? Тобто до этих политических рухов. Вы сказали, что вы работаете с парламентом. И все же таки, вот мы знаем, что самопомощь занимала однозначно позицию по блокаде. С Тимошенко тоже все понимал. Тобто ситуация очень... Причем давно. Да. Причем давно. И у меня еще до этого, что готовы вы до этих политических викликов, и как будет отработаться? Ну, можно не сумнятиться, что будут какие-то рухи политические. И все же таки, остальное вопрос. Когда и как будет прекратено существование блокадной народной республики? Это... Что касается 14 квитня. 14 квитня будет действительно рік, как работает наш уряд. И у нас возникнет иммунитет. Но этого иммунитета мы никогда не переживали, никогда не считали, что это какая-то там очень серьезная история нашего защита. Я еще раз хочу подкрасить. Я пришел працювать в уряд для того, чтобы проводить позитивные изменения в нашей стране. Больше того, я в них верю. И некоторые речи нам вдаются делать. Большое чего не вдается. И тут нужно быть самокритичным. Я это понимаю. Но тот опер, с которым мы стикаемся в разных сферах, он тоже очень-очень не дитяный. Он достаточно серьезный. Но я могу точно сказать, что собака лает, караван идет. То есть мы идем до заданной цели. Теперь, что касается этих всех регистраций. Рееструют и хотят отправить в отставку для того, чтобы была дестабилизация в Украине. Я это понимаю. Я понимаю, что они тоже, мои, возможно, враги, они знают, что он еще рік попрацюет и пенсии поднимется. Он еще рік попрацюет и дороги станут лучше в Украине. Он еще рік попрацюет и структура тарифов может быть. И это будет, в принципе, уже важче и важче. Поэтому расхитывать ситуацию будут. Но нам не нужно никаких процедур нового иммунитета. Наша программа уряда утверждена на весь период деятельности уряда. Нам не нужно утверждать никаких новых программ, нам не нужно никаких голосований с этого привода. Поэтому мы будем працювать дальше. Я наголосил на том, что я буду заниматься реальным сектором экономики. Я буду допомагать развивать украинские виробныества. Залучать инвестиции, поднимать людям зарплату. Что я буду делать для того, чтобы страна успешно развивалась. Краина надзвичайно прекрасна. При нормальном, вдалом управлении мы можем достигнуть успеха. Мой передний управленческий опыт говорит, что все возможно достигнуть. И все можно говорить. А возможно еще один год провести этой команде в кабине? Как вы считаете, Владимир? Я думаю, что возможно. Если не будет каких-то форс-мажоров в апреле-майе, то, в принципе, насколько я понимаю, сейчас в парламенте полторы фракции, даже не две, а полторы фракции активно выступают за перевыборы. Остальные, в принципе, понимают, что лучше сохранить хотя бы относительную политическую стабильность. Владимир, но у нас и в коалиции тоже не больше, чем полторы. Ну, понимаете, в коалиции нет. Там другая проблема. Там вопрос, есть 226 депутатов в коалиции или нет. Другое дело, что есть депутаты в коалиции вне этого. Но я думаю, что ситуация в парламенте, если не будет интриг самоубийственных... Три минуты, короткий вопрос, короткий ответ. Очень проще. Очень конкретный вопрос. Вот мы говорили о минимальной заработной плате. Это одно из наиболее резонансных и таких ярких решений правительства в прошлом году. Но вы знаете прекрасно, сколько было критики, что там будут увольнения, инфляция и так далее. Вот прошло пока два месяца. Понятно, что еще, может быть, рано подводить хотя бы первые итоги, как сработал эффект повышения минимальной заработной платы. Ну, вот ваши оценки. Баланс позитивных и негативных изменений, в частности... Вопрос понятен. Спасибо. Моя ложечка дегтя о пенсии. Я не вижу сегодня никаких негативных наследов. Так, меня за это критикуют, начиная с грудня месяца. Всех нас с вами лякали, что будет катастрофа. Катастрофа не произошла, зряда отменилась, будут только победы. Зафиксуйте это. Я несу повну ответственность за подвищение минимальных заработных плат в стране. Я уверен в том, что украинские граждане відчутят от этого только позитив. Инфляция находится в прогнозованных показателях. Это первое. Другое. Мы имеем сегодня надходление по всем параметрам, сбільшение надходлений у всех бюджетов. В том числе только по лютому месяцу. Плюсом в пенсийный фонд 43%. Ну то есть пока негативных последствий нет. Их пока нема и далее не будет. Владимир Борисович, возьмите ответственность за повышение пенсии тогда. Что прошло от имени пенсионера. Я наголошу на том, что я запропоную украинским гражданам новую пенсионную систему, которая будет предпочать три вещи. Первое. Правильность. Правильность. Сегодня пенсионная система не справедлива. Працював, не працював, получаешь минимальную пенсию. Я с ним категорично согласен. Первое. Вона будет справедливой. Другая позиция. Вона даст возможность одночасно подвищать пенсии украинцев. Это вторая позиция. И третья позиция, вона в перспективе до 2024 года сделает пенсионный фонд в 2017 году. Это самое главное задача для страны. Краина с такой пенсионной системой, украинцы с такой пенсионной системой не могут жить дальше. Нужно делать это все. Все, о чем вы говорили сегодня. И пенсионная реформа, и все, сказанное вами. Все это нужно делать, мое мнение. В рекордно сжатые сроки. Очень быстро. Потому что я снова повторюсь. Страна живет в режиме ожидания. А жить в режиме ожидания, когда ты не можешь планировать, не то что ближайший год, а ближайший даже месяц, наверное, в нашей стране, очень сложно. И народ от этого устает. Спасибо вам за эти ответы. Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, был вашим гостем. Я вас отпускаю. Мы присыпем на один час. Мы продолжим ровно через несколько минут после короткой рекламной паузы. Мы продолжаем «Черное зеркало». Спасибо, что пережили рекламу. На этой неделе произошло много событий, которые хочется обсудить в этой части программы. Некоторые из них складывается такое ощущение, что кому-то придется, наконец-то, заплатить по счетам. Возможно, по счетам засадеянное заплатит глава ГФС Роман Настиров, которому предъявили очень громкое обвинение в коррупции. Ну, а простых украинцев на этой неделе пугали тем, что им придется платить по чужим счетам за блокаду на Донбассе. Ну, вот это все мы и будем обсуждать в следующем часе. Начинаем. Аудитория наша расширилась. Приветствую вновь превысших депутатов. То есть работаем в этом часе по формату минус премьер плюс депутаты. Сразу хочу извиниться перед вами, господа народные избранники, за то, что вы не принимали участие в первой части программы. Мне хотелось, чтобы это был разговор с премьером, а не дебаты и споры. Тем более у вас есть возможность, как у парламента, в общем-то, слушать премьера чаще, чем нашим зрителям и мне, хотя бы по пятницам в день отчетов правительства. Поэтому мы остановились на таком формате. Ну что ж, давайте начинать. Начинать, ну, давайте с Носирова, возможно, начнем. Кто-то в зале из присутствующих вообще верит, что вся эта история дойдет до суда? До суда? Да, Борис. Ну, я думаю, что она, звичайно, дойдет до суда, потому что, я думаю, следующие действия проходят уже напротив многих месяцев, и обшуки, и подозра, яка была вручена, она, действительно, ей много подстав, и я думаю, что она будет достатньо материалов для того, чтобы, действительно, это питание з'ясовывать в суде. Ну, вот подобные заявления просто мы слышали за последние два с половиной года неоднократно, понимаете? Не только от вас. Было очень много обвинений, которые, в общем-то, канули в лето. Вспомните Бачковского, которого так громко арестовали на заседании Кабмина, выводили с наручниками. Чем эта история закончилась? Нам говорили, что база доказательная собрана очень тщательно, и так далее, и тому подобное. Чем закончилась история на сегодняшний день? Кто-то не знает? Бачковский через суд пытается восстановиться на своей должности. Почему? Что, это дает мне право усомниться, что Насиров через два месяца не вернется в свое кресло главы ГФС? Возможно такое? Есть такие сомнения, и они очевидны, потому что это 51-й номер в списке блока Петра Порошенко. Назначенный был на должность кабинета министра Меценюка. Коалиция есть она или нет, но она сейчас заправляет всеми делами. И поэтому есть вопросы. Президент после реформы еще больше начинает контролировать суды. Поэтому, действительно, может оно и дойдет до суда, а что дальше? Вопрос остается открытым, и вы перечислили очень много вещей, которые ставят под сомнение итоги этого. Вы знаете, что еще ставят по сомнению? Потому что все эти истории напоминают какой-то водевиль, простите. Водевиль с арестом на соседании кабина. Красиво? Безусловно. Наручники на Бочковского вывели, все прекрасно. Сейчас водевиль, ну чистой воды водевиль, Феофанию трясет вторые сутки. Кстати, я хочу нашим зрителям сказать, что сейчас в Феофане продолжают дежурить наши журналисты. Если начнут Насирова вывозить куда-то, говорят, что его хотят перевезти в более комфортабельную или просто просматриваемую камеру в больницу скорой помощи. В больницу скорой помощи тоже дежурят наши корреспонденты. Ничего не упустим. В палату, да, в палату. В палату больницы скорой помощи. Тоже ничего не упустим. Все покажем прямо вот в прямом эфире. Включимся, ничего не упустим. Этот немощный, у нас если громкое обвинение, сразу немощный. Что вы таких больных на работу набираете? Вот вы мне объясните. У нас вот только какое-то обвинение в коррупции, операция. Только обвинение в коррупции, инфаркт. Все просто присмерти. Работать они могут. Работать они могут. Как только суд доделал. Вы, Алексей, не зарекайтесь. Подучи на руках всех нападать. Может уже медосмотры? Может пора обязательно медосмотры не зарекаться? В нашей стране нельзя зарекаться. Это 100%. Пожалуйста. Я прошу прощения, но когда Юлия Тимошенко, на которую вы тоже навлекаете, когда она была на суде, она единственный человек, который был в Украине, пошла защищать свое честное имя в суде, даже при тех судах Януковича. Потом она получила болезнь уже, когда находилась в заточении. Алексей, ну я не слышал, что обвинение об адресе Юлия Владимировна. Я не упоминаю. Тут примеров много и без нее. Я хочу сказать, что сейчас есть полностью ответственность на те влади, на те судовые влади, которые еще не реформированы. И, соответственно, Национальное антикоррупционное бюро, антикоррупционное прокуратура, как бы они не выполнили, но они работу выполнили. Вручили 23.00 звинувачения Насирова, но они свою работу выполнили. Сейчас вся ответственность на владе, и, в частности, на владе, эта ответственность, что до того времени нет в Украинском парламенте закону про антикоррупционный суд. Если не будет антикоррупционного суду, дальше все злочинцы-негидники будут втекать, как унищенцы, и плюют, и так далее. Дай бог, дай бог. Хоча очень глубоко сомневается, что влада и так называемая коалиция захочет поставить этот закон в порядок день. Но этот закон очень необходимый. Если бы этот закон работал, однозначно Насирова бы не могла. Не могу здесь не привести пример. У нас Госбюро расследований уже создают, по-моему, год. И толку. Где оно? Больше. Больше, так. Больше. Идет полный субботон. Алексей, тут есть одно вопрос. Есть основы для затримания, есть основы для подозрения. Это еще не означает, что есть основы для выроков. По-другому, если мы будем говорить о том, что суд купленный или подкупленный, мы же делаем тиск на суд. Мы выносим... А если суд действительно... А никто не знает, что суд купленный, правильно? Давайте обговорювать и не те, что у нас коррупционный суд. Правильно, но вы же говорите сразу недоверие к суду. Нет, правильно. Правильно, потому что суд не реформованный. Владимир, что значит не реформованный суд? Что идут реформи? Где эти реформи? Давайте обговорим, что юнеры? Где повернуть ваши вклады? Действительно, общество, наверное, уже настолько устало ждать этих реформ и каких-нибудь посадок и сроков. Обратили вы внимание на то, какую волну агрессии, злобы вызвала эта новость в соцсетях? Радость. Но это другой вопрос. Я не хочу сказать животной радости, но оголтелой. Это же до всех политики. Веду всей ей вклады такие веношенные. Не виновен общество довольности. Так это веношение... О чем это может говорить, Александр? Это не общество, это соцсети. А это общество. Это совершенно верно. Но соцсети это один из разных элементов... Это не надо, да. Не по-таки население и общество. Общество то, кто пишет в сетях. Вот, к сожалению, это так. Общество это активные люди. А население может молчать. Нет, вы знаете, действительно... Но если философское понятие общества, то оно именно такое. Слухайте, сегодня население очень задоволен, что нарешті то посадили хотя бы на сыру. Но еще не посадили. А реально люди хочут, чтобы он сидел у въезда. Не только он, а в маку. Кто же хочет, чтобы он сидел у въезда. Кто же хочет, чтобы я не мог сидеть у въезда. Что нужно, чтобы вынишить коррупцию? Ваш прокурор сидел здесь. Нужно коррупционеру сидеть. Что нужно... Спасибо, Александр. Александр, все-таки вам сидел. Я же выясняю вашу прокурора. Я же ваш прокурор. Чем больше прокурора. А люди хочут, чтобы ты тоже сидел. Вадим, Вадим, вы же были в первом части программы. Я с премьер-министром справился. А с вами тем более справился. Но не слышно в библиотеке. Александр, вы понимаете, когда мы говорим, что народ хочет посадок, поверьте мне, люди в большинстве своем, они не столько кровожадные, что они должны захотеть, чтобы кто-то сидел в тюрьме. Это то общество, про которое Вадим говорит, может, в фейсбуке. Слушайте, люди доведены до забожения. А можно я договорю? Вы депутат? Пожалуйста, пожалуйста. Но люди доведены до забожения. Чтобы вы это понимали. Так вот. Не нами, а в коалиции депутатов и вкладах. Вы затвержуете. Вы затвержуете Кабмин. Дайте мне сказать людям. Не, не, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Вот так. Не, не. Савас Карасов перебил. Савас Карасов перебил. Как прокурора поняли. Я же не вползаю. Давайте, Сергей, спасайте вас. Вы знаете, почему вот взагалі оця дискуссия выникла? Все видали останнюю статистику про то, что у нас там біля пяти тисяч корупційных справ, а посадок у нас всего там біля десяти. И то на рівні районных адміністраций. Чи там пожежников, чи головы в сель-рад. Тобто шоу, яке показывается на телебаченні, и то, что в конце выникает, оно совсем разное. И поэтому мы сейчас вот тут и спілкуемся в том, и что это. А другая, в отношении этого всего. Тут, понимаете, в данном случае, все же понимают, что НАБУ на сегодняшний день, даже не НАБУ передало привет, да? Американская сторона передала привет владе в Украине. Потому что в свой час Насеров в Англии передал Министерству юстиции Соединенных Штатов соответствующие документы. Понятно, что часть из них, она уже сегодня в Украине находится. Для того, чтобы понять, что влада уже начала думать про народ. Не про себя родных, а про народ. Потому что будет один независимый орган, будут эти посадки. Но посадок, чему разочарование? Правый коллега, что нет антикорупционного болезня. Но я могу сказать, если он будет выбран, антикорупционный суд, таким же чином, как и другие суды были выбраны, то ничего не станет. Потому что, когда работает независимая система от следствия, от следствия, от главы Национального бюро, до судей, который выносит вирог, то тогда система независимая. А потому что, пока у нас суда этого нет, будет судить или Соломенский суд, или Печерский суд, или Голосиевский суд. А какие выражки мы уже видели по тем депутатам, и по тем людям, которые сегодня на Кабмине мы видели, как надевали наручники. Их оправдают. Потому что и в этом вся проблема, что, на жаль, наша влада, и это первый звоночек, живет где-то в космосе. Вона в постороннем свете живет. Народ с одного боку, влада с другим. И я думаю, что оцей зараз орган, зрозуміло, воно залишит себя так и так. Потому что треба выиграть час для того, чтобы адвокатам. Потому что чем больше будет часу на захист, тем дальше и будет это продолжить. А дальше все что-то пропадает. Ваша мысль понятна. Тарас Качка, а вы как считаете? Это успех наших правоохранителей, или, как говорит Сергей Мишенко, привет от американцев? Тут вопрос еще глубже набагато. Державная фискальная служба является органом, который больше у него осознанно коррупции. Один из самых одеозных в стране. И поэтому мы постоянно в этой студии обговорили, как все плохо, лучше, лучше, когда говорили про податковый кодекс, бюджетный кодекс и так далее. Эта напруга в суспільстве, вона мает реализовывать какие-то практические кроки правоохранительных органов. Вот мы их и увидели. Чи они имеют успех, чи они не имеют успех. Правда, это все зависит от того, как податки будут происходить дальше. Потому что дальше есть много процессуальных действий. Самого НАБУ, специальной антикоррупционной прокуратуры. Там тоже могут быть какие-то ошибки, мы тоже там дискуссии дискутировали. Это все это наобление того досвиду, очищения влады как такое. То есть тот факт, что мы сделали этот крок, то есть в стране он произошел, это, скорее всего, прорывает эту дискуссию, которая тут есть, уже в конкретных действиях. И от этих конкретных действий уже никто не застрахован. И это хорошо, потому что это шлях для оздоровления общества. Спасибо, Сергей. Спасибо. Вы знаете, это не очень хорошо, я скажу почему. Потому что мы довели общество до такого состояния и населения, что у нас действует не презумпция невиновности, а презумпция коррупционности. И это, естественно, хорошо проработать. Но это как раз такие действия чиновников, которые строят такую презумпцию. Мы не знаем, что есть или нет. Мы не знаем, что есть или нет. Все по очереди. Мы сейчас не поменяли шило на мило, чтобы не поставили такого самого на сирва, который будет грабить дорогу, но что самое сейчас основное. А мне нужно делать иллюстрацию и реформы подавковой системы. Это акциональная ситуация. Каплин заступает в институте. Сам объявляюсь. Мы уже один раз поменяли шило на мило, когда вашего прокурора поменяли на следующего и потом снова. Это первое. Другое. Чи есть тут хотя бы одна людина из присутствующих и тех, кто на балконе, або среди миллионов десятков, миллионов глядачей, может, сотен, потому что нас за кордоном смотрятся, хотя бы одна людина, кроме Насирова, кто верит в то, что Насиров не является коррупционером. Кто эта людина? Есть? Нет, нет. Все. Поэтому, очевидно, это не можно так. Я не могу. Покажи, пожалуйста. Ведите все спокойно. Берите приклад с нами. Да, Владимир Ильич. И поэтому я уверен абсолютно, что на часе было это затримание. И я уверен в том, что подстав и прецедентов для этого просто миллион. Податково. Очевидно, что клоака коррупции. Митница. Клоака коррупции. Парламент. Парламент. Клоака политической коррупции. И тут вы сделали ключевое зауважение. Я уверен, что эта справа до суду дойде, в суде развалится, никакого покарания Насирова не понесет. Тут инша проблема и виток инший. Это прецедент политической коррупции. А политическая коррупция долается. И суд в этих вопросах действует в одном уникальном, исключенном случае. На выборах. И в данном случае, в позачерговых выборах. И когда первый кабинет в стране, и два наступных за рангом, за вертикальностью, будут иметь политическую волю карать коррупционеров, это все можно сделать за неделю. Я еще раз повторю тут. Дайте мне посвящение президента Украины. На піврок. И на север, виведемо их. Просто виведемо Украину. Я хочу нагадать всем, что мы створили НАБУ, и до него было очень много претензий. Что они не работают, они витрачают кошти, у них нет никаких посадок, у них нет достаточно достаточно документов. Первое затримание, когда было Нищенко, было очень слабая юридическая подставка для затримания его. Я хочу просто нагадать. Первое. Мы все понимаем, что нема неприкасаемых в стране. Любая людина, которая погоджает, создает коррупцию, она будет притягивать до ответственности. Первое. Другое вопрос. Если вы говорите сегодня про судов, я хочу просто вам нагадать. Питание Чауса, которого сегодня затримали в Молдове, и передано будет до Украины, это тоже вопрос для тех судей, которые сегодня судят. Поэтому я хочу сказать, механизм начинает работать. И всем коррупционерам, которые есть в нашей стране, это достаточно сильный звук. Пока мы несколько лет наблюдали, что этот механизм с завидной регулярностью сбоит. Александр Мартыненко, все-таки хочу вас подключить к этому разговору. Новости у нас долго не живут, да? Ну вот развалится еще и дело Насирова, да? Оно ударит по кому-то? По власти, по НАБУ? Или забудется? Нет, вы знаете, разваленное дело по коррупции, оно, конечно, многих успокаивает. Это понятно, и это нехороший прецедент будет. Он может быть, ну, кстати, по разным причинам, потому что с судом-то ладно, суд любым может быть. Но, знаете, я вчера, когда смотрел на эту историю с задержанием, как и многие, в Феофании, смотрел на этих ребят, прокуроров антикоррупционных, молодых ребят, хорошие, видимо, парни хорошие, такие глаза такие честные. А рядом стояли адвокаты Насирова. И, знаете, невооруженным глазом видно разницу, уж простите меня, в профессионализме. Потому что они молодые ребят хорошие, им еще работать и работать, жить и жить, учиться и учиться. А там уже выученные люди. И если помните суд по Корбану, который был в свое время в прямом эфире, где адвокаты очень профессионально издевались над всем обвинением. Я, честно говоря, ожидаю с нетерпением этот суд по мере пресечения, хочу на это посмотреть. Но я думаю, что мы увидим профессиональнейшую работу адвокатов. Выход или под залог, или под подписку, ну, в смысле, под домашний арест, ну, скорее всего, под залог. А дальше они будут уничтожать это дело, как могут. Причем это их работа. Это не значит, что они враги народа и коррупционера. Это их работа. И поэтому в этой ситуации очень многое зависит от уровня профессионализма антикоррупционной прокуратуры и бюро. Пока я считаю, что он, к сожалению, оставляет желать лучшего. Люди учатся. Хорошо. Переходим немного на другую тему. Интересно, дойдут ли до суда, например, дела, возбужденные по факту блокады на Донбассе. Статья есть. Да? Нам на этой неделе напомнил об этом глава МВД Аваков. Дела будут? А это от Авакова зависит. Вот почему он удастся? Я считаю, что не будет. И я бы еще хотела трошки до попередней темы додать. Знаете, я считаю, что справа Насирова, она есть в край принциповую для Национального антикоррупционного бюро. Потому что они действительно, как уже тут говорилось, не показали великих таких кровожадных результатов. И там посадок великой рыбы, как сказал генпрокурор. Тому есть запад и от общества, и от народа, и от населения. Називайте, как угодно. И от высокопосадовцев, в частности, от народных депутатов, которые это НАБУ створили. Тому они на этой справе або себя дискредитуют остаточно и покажут свой профессиональный уровень. Або доведут до суду и в суде отстоять свою позицию. Для этого нужно абсолютно отсторониться от любых политических влиев, не политизировать, не влаштовывать шоу. Там не должны быть ни народные депутаты, ни президенты, ни генеральные прокуроры. Там должна быть сугубо юридичная, очень неполегливая работа по доказанию вины, если вина есть. Я хочу повернуться трошки в юридичную площадку. Что ему вменяют? Ему вменяют, что он незаконно надал раздражение с плати рентной платы за газ. Если посмотреть в податковый кодекс, действительно, глава податкового органа принимает такие решения. Но там есть определенная процедура. Подается заявка платником податков, до нее додается юридичное обгрунтование, свой родный бизнес-план. Как эта сумма будет в будущем сдобута, как ее духи дотриманы, как она будет погашена. Тобто, цей бизнес-план и все эти документы, они оцениваются. Там есть целый департамент, там есть юристи, которые ставят визу. Там есть податковая милиция. Что он не один это все делал? Безумовно. Основная фигура в этой справе – это Онищенко. Окрим того, есть определенная процедура. Есть люди. Не нужно бегать под феофанью. Эти люди занимают свои посады в податковой милиции, потому что они так же анализуют. Они не могли не видеть, что эти фирмы, которым надавалась эта расстройка, скидают гроши на площадки, на фиктивные фирмы и так далее. Почему до этих людей нет вопросов? Почему лишь вопрос на Серове? И почему наша уважа сейчас, сегодня и вчера, обеспечивается исключительно этим прозвищем. До него есть безличный вопрос. А возможно, что эти люди уже пакуют чемоданы и отбивают... Абсолютно верно. До головы ДФС есть безличный вопрос. И это вопрос, я думаю, не самое главное. Набагато больше вопросов можно было бы задать про отшкодирование ПДВ, про порушения хронологии, про хабарьи величезные, которые предприемцы нам говорят, сколько это стоит. И без платы этого, тем или иным образом, никогда ваша сумма не поднимет наказничество. Хорошо, а есть ощущение, что вот сейчас эти все вопросы и зададут? Можливо. Поэтому я и говорю, усунуйтесь от любых политических вплывов, сугубо заниматься юридическими наказами. Понятно. Николай Скорик, вам слово. Мой коллега задавал вопрос о том, кто верит в то, что Насиров коррупционер или нет. Я, может быть, поставлю вопрос немножко иначе. Я считаю, что вот первое, что здесь представители в основном законодательной ветви власти. Я напомню, что у нас три ветви власти. Законодательная, исполнительная, судебная. Давайте представим на минутку, что представители судебной власти публично начнут рассказывать, Верховная Рада нелегитимна, Верховная Рада не умеет работать, Верховная Рада не может работать и так далее. Я хочу задать вопрос, что поменяется от того, то, что вот я, может быть, я не люблю этого делать, но я отношусь к той большей части общества, которое все-таки считает, что проблемы у Насирова есть. Но я хочу задать вопрос немножко иначе. Что поменяется от того в системе, что сейчас Насиров даже гипотетически дойдет дело до суда, и он будет осужден? Что у нас уйдет коррупция? У нас основная коррупция в двух сферах. Первая – это возврат НДС в отношении налогов, вторая – это в отношении тендерных закупок. Скажите мне, пожалуйста, за три года последних годов, что поменялось в этих вопросах? Рассказы там про Прозоро, про еще что-то. Ну, стоит отметить, что это все, это все, это все, что мы сейчас, мы только недавно, вот буквально вчера выступал господин Амельян и рассказывал о том, как великолепный господин Балчун, которого назначила уже новая власть, великолепный там польский менеджер, о котором говорили там, рассказывали, какой он великий и прекрасный, допустил миллиардные хищения, которые сейчас будут расследовать правоохранительные органы. Вот вы говорите о том, чего ждут люди. Люди ждут посадок. Я прошу прощения, может быть, вы читали какие-то другие социологические исследования, но я вам могу сказать о том, что люди в Украине ждут зарплаты пенсии, люди в Украине ждут снижения тарифов, люди в Украине ждут мира, чтобы перестали гибнуть наши солдаты, чтобы власть действительно занялась подъемом экономикой. Все, что происходит вот сейчас в отношении Насирова, в отношении, во многом, в отношении блокады, это все театрализованное представление, как вы сказали, ВДВ, для того, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем, которые власть абсолютно не решает. И будут рассказывать, что вот, сейчас мы будем обсуждать несколько месяцев, посадят Насирова, не посадят. Зависит от этого борьба с коррупцией или не зависит? Проблема совершенно в другом, не работает система, государственные институты не в состоянии решать эти вопросы, и ничего в стране не меняется. Понятно, но блокаду на Востоке я бы Ваду Вилен все-таки не назвал, потому что эксперты пугают очень тяжелыми последствиями всего того, что там происходит. Александр Ильич Медилов, все-таки вернусь к своему вопросу. Возможны уголовные дела по факту событий вот сейчас вот этой блокады на Востоке Украины? Министр Аваков, напоминаю, говорит на заседании Кабмина о том, что это уголовно наказуемо. Недвузначно намекают, кто за этим может стоять. И все, и тишина. Дальше что? Я знаю, что вы очень не любите, когда они отвечают на ваши вопросы, но у меня тоже накопилось, я же долго слушала. И есть несколько ремарок. Во-первых, у меня есть вопрос ко всем присутствующим, и, наверное, к телезрителям, такой риторически больше. Смотрите, Насирова не просто квота президента или номер в БПП, это представитель, которого выбирали по конкурсной процедуре, по открытой. Какой предохранитель сгорел, если удалось опять привести человека благодаря такой процедуре? Слушай, там, наверное, очень сильно предохранитель какой-то сгорел. БПП сегодня даже саркастически поздравила его с днем рождения, пожелала справедливого отсюда. Смотрите, надо четко понимать, что, опять-таки, если не работает процедура, которая новая, обновленная, другая, которой должно было быть доверие общества, значит, что-то делается не так. И следующий, которого будет назначать, значит, может, опять-таки, также встраиваться в систему, и, опять-таки, пронизан будет коррупцией целиком. Это первый момент. Второй момент. Давайте понимать, кто является зрителем или адресатом таких мер. Мы все говорим о украинцах, о политике, в большинстве своем мы не говорим о том, что борьба с коррупцией является очень важным для наших западных партнеров, независимо от того, МВФ это или кто другой. Нам уже говорят о том, что пора ловить вот эту крупную рыбу все, кому не лень. И ее действительно ловят красиво, ее красиво ловят перед телекамерами. Потом это рассыпается, не рассыпается, это другой вопрос. Но ее специально, показательно сделали для того, чтобы хотя бы проимитировать какую-то борьбу с коррупцией среди крупных чиновников и в верхах. Это один момент. То есть мы говорим о том, что для того, чтобы получить следующие транши либо еще какие-то поддержки, нужно демонстрировать реальную борьбу. Но насколько она будет реальной, это тоже другой вопрос. Насчет, возвращаясь уже к вашему вопросу. Дела, будут ли они передаваться? Я думаю, что вот эти прецеденты, так называемые, которые будут создаваться, уже были дела, которые производили, судились отдельные граждане с государством Украины, которые выигрывали суды. Если это будет череда, не единичные случаи, а какие-то... Это может действительно сдетонировать очень сильно и породить вот эту вот как раз борьбу в судебной власти. Но опять, суд дает длительный, он по процедуре длительный. Мы пока вспомним, называется, общество уже забудет. Вот этот момент, поэтому тут ждать, что это будет резко. Хорошо, такой вопрос. Власть не сильно... Вопрос всем, кто хочет отвечать. Не сильно ли сейчас затягивает власть с решением, реальным решением, попыткой решения ситуации на Востоке? Пока складывается ощущение, что перекладывают с больной головы на здоровье. Глава МВД кричит, мы готовы, но... Собес, дайте нам... Дайте нам указать... То есть возьмите на себя эту ответственность, да? Никто не хочет принимать решение. Кабинет министров молчит. Силовики молчат. Кабинет министров не молчит. Он принял решение про проект, послушайте, по товари, которые имеют право критичный перетенатый кордон. Меж раздельного полоса. Я хочу про это сказать. Тут вопрос, как поставил пан Скорик, про то, что какие сегодня у него происходят наслідки того, что действительно есть борьба с коррупцией. Перш за все, 200 миллионов гривен, которые сегодня проводят обшуки в Кривом Рогу. Перше. Выключены все документы... Борис, вы слышите мой вопрос? Другой вопрос, вы слышите? Другой вопрос, вы слышите? Я слышу, но я хочу сказать, пан Емельян передал НАБУ все документы, которые подтверждают в Укрзалезнице все махинации, связанные с коррупцией. И, до речи, остальное. Так это вы их назначали, и на Сировой Болчуна. У вас есть политическая ответственность за них какая-то? Послушайте. Хоть какая-то, чтобы при старой власти было такое, чтобы вы уже рали. Если не ловись карать тех, кого призначали, так все нормально. Я не відбинюсь от того, что было ради этого. Кого вы наказали по-настоящему? Что вы вернули в дюже? По сходу нашей Украины, возможно, вы ответите на нашу вопрос. Не затягивает ли власть решением про ситуацию? Я хочу, Борослав, да, я что-то сказала. Если министр внутренний раз хочет кого-то разгонять, может, он бы сначала туда поехал, как силовый министр, и поспілкувался с людьми? Это первая позиция. И начали переговоры, там, увидел, кто там стоит. Чи политики, чи люди, чи там все блокады. Это первая позиция. Почекайте. Какая разница, вы задали вопрос, какая разница между справой Насирова и блокадой? На сегодняшний день есть висновок судей Конституционного суду у Виктора Шишкина про те, что те люди, которые ветераны войны за независимость, и которые начали эту блокаду с метою показать нам правду и показать нам, в каких промисловых объемах на сегодняшний день отбывается торговля с оккупантом, они, фактически, в их действиях немае подеи злочину. Потому что они делают ту функцию, какую невыкованная держава. Смотрите, господин Шишкин, это частное лицо со своей позиции. Я другого. Хорошо, вы заговорили об ответственности. Есть еще ответственность политическая. Но не послышалось же мне, что Аваков обвиняет в организации этого всего господина Садового. Аваков четко заявил, времена разгонов Майданов Януковича бандой закончились. Он не пойдет сегодня и не бросит сегодня никого на людей, которые стоят на облакане. Борислав, тогда вы говорите о том, что времена ответственности за преступления тоже закончились. Пример-министр должен вести договоры, которые стоят сегодня на границе Майданов, Борислав, я очень вас прошу, слушайте меня, пожалуйста. Я задаю вопрос, я отвечу, можно конкретно на юридическую вопрос? Можно вопрос господину Розенблату задать? Если короткий вопрос, короткий ответ можно. Только что на этом экране были процитированы статьи из Уголовного кодекса, которые регламентируют перекрытие транспортных магистралей. У меня вопрос господину Розенблату. Если, предположим, я и мои коллеги завтра заблокируем какую-то магистраль, которую я посчитаю правильным блокировать, исходя из того, что мне так будет казаться, что это будет правильно и хорошо для страны, что вы, как народный депутат, скажете господину Авакову, посоветуете, как народный депутат, разогнать это блокирование или вести со мной переговоры? Или я в вашем углу делаю, тем, что не другой гражданин этой страны? Затронулась я Авакова. Я вам не поверил по скутанию Авакова. Авакова чисто зазначил, что он нияких, разгонив, не будет делать, он не будет делать прецедентов. Я вам задал вопрос, господин Розенблат, отвечайте на него. Вам никто этого не дозволит. Но если люди это сделали, повторю, мы будем с ними перемогу. То есть у нас есть два сорта людей, одним можно блокировать, а другим нельзя блокировать. А вам сказать, сколько дорог уже блокировали? Сказать, и не блокадники на Донбассе? Так и что же, что же еще не делает государство? Нужно реагировать на это. Это вопрос господина Авакова. Вы заблокировали часть Донбасса своим поведением и своей политической ответственности. Это вы привезли в Валеновую правительство. Вы меня обвиняете, господин Розенблат. Я вас обвиняю. Пойдем в суд, господин Розенблат. Во-вторых, есть политическая система, а есть государственная система. Государство принимает решения и их выполняет. Если нарушается закон, надо карать те, кто нарушает закон. А не просто идти ими диалог, ждать. Вот это хорошие блокировщики, это плохие блокировщики. Вы понимаете, что мы государство теряем? Вадим, а можно довести ситуацию до полного абсурда? Мы металлургию потеряем. Заканчивается эта блокада, например. Никто не несет ответственности. Ну как это? Через месяц-два можно ждать у нас нового политического сезона блокад? Конечно. Чего? Любая политическая сила начинает на свой собственный прием. И я наращиваю своего, и я буду подогревать, что можно еще блокировать. Блокада здесь. Мы захотим, мы с вами десяток. Всем придумаем, где и что можно блокировать. Если государства не будет, если никто не будет брать на себя ответственность, если не будут государственных деятелей, и все будут бояться выполнять закон, то все будут блокировать. Все будут блокировать. Все будут блокировать. Это раз, это раз. Это раз. Значит, первое. Ну, нужно отметить и, в принципе, сказать, кто винен у витоках этой ситуации. Три роки. Все. Самопомощь, в частности, тоже. БПП, Народный фронт, и другие народные депутаты, уряды. Не решили проблему диверсификации поставок энергоносеев. Все прекрасно знают, что у нас в паливном балансе 30 млн тонн вугилля. Почекайте. Заводи закинчили. 8,2 млн тонн вугилля марки А, антрацид. Який только можно привезти из ДНР и ЛНР. Або купить за кордоном. Порти принятие в режиме импорта не могут. Потребен риг для модернизации. Далее. Контракты укласти тоже неможливо. Потребно приблизно 4-6 месяцев для того, чтобы оформить и отримать. А как же нормита Лукаса? Контракты привезли международной компанией, которая не может скупать у террористов. Я вам. Три роки тому. Чего ты вырисовываешь? Три роки тому. Послушайте. Три роки тому я говорил, что ця проблема обовязково будет. И мы запропоновали проект антитерористично и экономичной доктрины. Где выписывалися все механизмы, что нужно делать. Зокрема, модернизовать, перевезти на мазутные режимы теплоэлектростанции и многое. И так далее. Теперь что произошло? Почекайте. Почекайте. Тобто, есть виноваты. И, окрема, самопомощь. Теперь начался предвиборчий период. Прекрасно. Все шукают возможности, как восстановить свой рейтинг. Потому что в осени пойдемо все на выборы. Если мы сегодня решим проблему с блокадой на Донбассе, будет другая проблема. Я вам пропоную вирішить, знаете, не морозьте людей. Привезите туда свое сметя. Сергей, мы поняли, что вы не сказали. Разрешите сказать человеку из Донецка, из Донбасса, наконец-то, про те события, которые происходят. Но вначале я хотел бы показать. Вот это вот подарок, каплин, попроси, пожалуйста, про Донецк, дай сказать. Простите, пожалуйста, вот эту фотографию, я вам прошу, чтобы ее показали. А вы дайте хорошие, которые вы взяли с государственного бюджета на финансование своей партии. А не сможете людей владыть. Точно выборами пахнет. Точно пахнет выборами. Пожалуйста, я хотел бы сказать, это фотография 4-5 марта, 3 года назад, то есть буквально завтра-послезавтра будет годовщина митингов в Донецке. Это проукраинские митинги, которые люди здесь выходили, говорят, что Донецк это Украина. Но я могу сказать, что люди здесь точно объединены разными идеями. Кто-то поддержал Майдан, кто-то не поддержал, но они были за Украину. Но здесь точно объединены люди, которые не поддерживают Роттапдам плюсы, которые не хотели бы платить за тот уголь, который на Донбассе в 4 раза больше. Так надо сидеть, чтобы вставить, потому что страна стала заложником. У нас и так уже полное деиндустриализация. Мы были на Славянской ТЭС, мы были в Мариуполе. Славянская ТЭС стоит, она не врабатывает сейчас уголь, 20 дней она на реконструкции. Мы спросили у главного инженера, сколько будет стоить и через сколько они смогут перейти на другой уголь. Полтора-два года, большие инвестиции, они могут это сделать, но это нужно же сделать. Мариуполь, тот завод, который дает очень много денег в бюджет и производит металл для нашей украинской армии в том числе. Но сейчас они испытывают большие трудности, но вопрос в том, что эти трудности они испытывают не из-за того, что люди заблокировали, а из-за того, что правительство не сделало той стратегии, которую оно должно было делать. Святослав Павлюк, энергетический эксперт, нам это может объяснить просто чуть профессионально. Я, знаете, я хотел до той же темы повернуться трошки с другой точки зрения. Ситуация, конфликт, блокирование, они возникают как ответ общества на брак информации. То есть конфликт и вот такая бейка – это запись общества на пояснение. И если мы начнем этих блокировщиков разогнать силой, застосовывать армию, летаки, не знаю, то есть неможливо это делать, поскольку просто общество требует объяснить, что там происходит. Потому что общество просит объяснить, какой у нас баланс, что у нас ходит туда, что у нас ходит назад, за какой ценой и почему. Поэтому, в том, если мы этих людей не переконим словом, то силой переконить своих граждан, ну, это просто будет бред, если честно. Какие граждане? Тим паче, это наши граждане. Это наши граждане. Они граждане, они порушники. Они порушники, но они керуются, они керуются там высшими руками. Ну, порушники, это громадяни. Я их поддерживаю. И именно, как граждане, которые блокируют, не поддерживают, так же мне противна думка разгонять их сила. Если мы не переможем и не повернем им это словом, тогда это все не имеет смысла. Я не понимаю логики. Если порушить закон, он гражданин, но он порушивает закон. То есть он порушивает права других людей, других граждан. Вы спросили, смотрите, все люди блокируют, так? Дайте микрофон. Секундочку. Все хлопцы блокируют. Так, добрый, хороший. Но они порушивают права других граждан на нормальную зарплату. Потому что могут быть экономические проблемы. Может быть девальвация. Экономику загубим, индустрию загубим. Мы полностью индустрии не будем у нас. У нас не будет черной металлургии. Мы на третьем году в войне купили. Это уже губит. Вы знаете, что вы? Держава, вы губит. Так вот, это порушение граждан. Правда, граждан. Если люди, не будут отрабатывать зарплату. В Мариуполе не будут отрабатывать зарплату. Я тоже понимаю, что заводы загрожены. Люди, которые там стоят, они керуются высшей необходимостью. Они керуются этой высшей необходимостью. Можно я вас не перебывал? Я вас не перебывал. Случинник скажет, что он хочет благородной мети. Вадим, Вадим, Вадим. Нет, ну будь-який случайник скажет, я хотела... Вы у вас думаете, прокурорник, полиция, 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 полиция. А я тут не полиция, потому что тут судьба, доля державы уже. Вадим, вы уже говорили вашу мысль. Спасибо. Виталий. У меня есть вопрос к самопомощи. В принципе, если довести ситуацию до своего логичного принципового завершения, если блокада, то блокада. Может нам остановить отношения с Газпромом, транзит газа, например. Взять и взорвать трубу. Считается, кто-то пропонировал, я не помню, или Ярош, когда начало войны, такая идея была. Может уже их довести вот так до логичного завершения, взять и рвать эту трубу, и закрыть и сходу, и с заходу. Мы сейчас покупаем российский газ в Европе, это российский, между прочим, газ. И еще хочу зауважить, когда была война между Певночем и Певнём США, там торговали, торговали, Линкольн захищал эту торговлю. Кажут, они получают свои гармати, но без снарядов, а мы выиграем войну, потому что для Певноча это была стратегия, а для них выживание. А вы сейчас просто руйнули, я не знаю, как это выглядит со стороны, это просто Сомалии, понимаете? Есть Народная Республика Луханшка, есть Народная Республика Донецкая, есть блокадная Народная Республика. У меня таки впечатления, что если вы забрали, то можно вымогать от государства все. Забрали все укладники Михайлевского, походу, давайте их заплатим. До блокады можно ставиться по-разному, но есть несколько важных фактов, которые все должны знать о ней. Первая позиция. Блокаду начали не самопомощь, не Свобода, не Укроп, не Парасюк. Блокаду начали люди. Політиків там спочатку не было. Політики высловили свою позицию, призналися. Выключено для того, чтобы гарантовать возможность потребовать информацию и не унеможливать силовый сценарий. Это первая позиция. Блокада открыла очи нам на то, что... Вибачте, но сегодня вы почитайте и послушайте, что люди говорят. На третьем году войны мы все получили огромный массив информации про то, что идет коммерческая торговля в промышленных объемах. Какие металлурги, песок, металл... Это не торговля. Это не торговля. Это не торговля. Продукты, а что это не торговля? Это просто коммерческая торговля. Это просто коммерческая торговля. Другая позиция. Блокада открыла нам всем очи на одну из самых больших афер в сфере энергетики, которая называется Роттердам плюс, Украина минус. Третья позиция. Мы все узнали о том, что у нас есть украинский феномен. Контрольованные копанки на неконтрольованной территории и неконтрольованная добыча бурштину на контрольованной территории Украины. Такая несенитница, возможно, только в Украине. Потому что влада окончательно забрехалась. Роттердам плюс працюет, Роттердам плюс не працюет, Роттердам плюс уже працював, Но понятно, Татьяна, мы поняли вашу мысль. Олега Сухович. Ну, это может правду. АПЛОДИСМЕНТЫ Если мы живем в парламентской президентской республике, у нас есть закон свободский, который еще в 2015 году был подан, что до забороны торговли с окупованными территориями, есть и другие законопроекты самопомощи. Будь ласка, ставим закон на сессийный зал Верховной Ради Украины и голосуем. И тогда будет видно, кто за торговлю на крови, а кто против, а кто за то, чтобы там какие-то там російськие прихвестни нам погрожают, что, как будто, разблокуйте блокаду. А сейчас, что касается уряда, ну, есть также много вопросов. Потому что уряд после трех лет войны с Россией, он мог понять, что и террористы, и Россия могли также заблокировать вогиле поставки в Украину. И что нужно сделать? Нужно диверсифицировать и купить вогиле, и в Африке, и в США, и в США, и развивать Римско-Улинский бассейн. А знаете, что мы сейчас? Мы сейчас десятки миллиардов гривен, мы сейчас украинского бюджета витрачаем на окупованой территории. Вчора заява генерального директора энергетического предприятия, одного из энергетических луганских предприятий. Уряд зобовьязывает этого директора на 300 миллионов поставить безкоштовно электроэнергию на окупованой территории. Потом, соответственно, население платит гроши, но оно не идет назад до Украины, оно идет для террористов, а террористы атакуют нашими территориями. Там же и наши люди живут. Вы что не понимаете? Безкоштовно электроэнергию постачается туда, там население платит за ту электроэнергию, а кому платит? Платит террористам, которые атакуют наши территории. А вы предлагаете нам продавать террористам это электроэнергию? А вы предлагаете основник без света ту часть населения, ту часть украинцев, которые живут под террористами? Давайте сделаем им жизнь еще хуже. Давайте свет отрубим. Я буду не продавать, и чтобы они, если они постачаются туда, чтобы они не платили террористам. Олег, завтра мы отключим людям, которые вынуждены там оставаться жить под террористами. Они же не так жертвы. Завтра мы отключим свет. Я говорю, я говорю, украинских территорий. Я говорю, я говорю, украинских территорий. И еще одна, вы должны сделать свою некомпетонию. Здесь оказалось что-то у нас не в никакого разу. Тут есть две вещи. Нет, председатель. Вы не сможете рекомендировать. Вы уже слышали. Мы вас услышали. Не сделайте это оборудоваться. Тарас Ячков. У Крым переключили. Я хочу сказать. Скажите, пожалуйста, об экономических потеях. Два микрофона мы отключаем. Олег и Вадим, два микрофона не работают до конца программы. Есть две вещи, которые мы уже отключили с этой дискуссией, которые действительно поддерживают государственность. Первое, это то, что у нас в блокаде берут участь політики. Завдание політиков решить самые сложные проблемы в межах органов, где они работают. Если они вышли на блокаду, значит, что они не верят в эту государство и не верят в эти мандаты, которые они имеют. И это главная безопасность в этой блокаде. Політики должны бы говорить людям, что мы имеем ответственность и решим это в Верховной Раде, в парламенте, в опозиции, не в опозиции. Это и есть задача політиков. Тримать до купи все сложные вопросы в сообществе в рамках государственных органов. Иначе мы потеряем государство. Экономические последствия, я спрашивал для всей страны. Эксперты пугают. Политики молчат, проблему не решают. Экономика, правда, это будет очень сложно. Можно говорить почему. Но кроме того, нужно помнить еще одну важную вещь. Можно говорить про то, любить или не любить людей, которые живут на Донбассе. Но помните, что в условиях любого конфликта, это еще психолог Геррик Фром говорил, что каждый человек пытается выжить, сохраняя нормальное жительство. Те люди, которые работают на оккупованных территориях, на украинских предприятиях, пытаются жить нормально. И мы их вводим за рамки, вводим в состояние ненормальности. Мы выбухаем этот конфликт, и, безусловно, экономические последствия будут от этого плохие. Надо помнить, что кроме Роттердам плюс, цифр плюс-минус, туда каждый минус можно выжить. Это правда. Мы прошли через огромную кризу. Мы пройдем еще через ОДУ. Украина достаточно смецна. Но за этими цифрами экономических втрат, мы фактически подрываем государство, как в среде Украины, так и на оккупованных территориях. Наживается, но это ваше завдание, как в Верховной Раде. Я извиняюсь. Можно? Я извиняюсь. Всю понимание, что кони невинны. Люди невинны. Винны те чиновники и влада, которая довела до того, что сейчас мы дискутуем и кричим один на одного. Это однозначно. Потому что она должна быть готова к таким следствиям. А она не была подготовлена к этому. И поэтому мы видим сейчас то, что есть. А теперь я скажу просто, как юридический эксперт, как правоохранитель, а не как политик. В отношении вашего вопроса, в отношении юридической ответственности, криминальных справ и такого и другого. Потому что никто не про это не говорит. Та статья, которую вы показали, 279, которая санкции до двух лет, максимально до двух лет избавления воли за блокирование транспортных колей, это средней тяжкости статья. Я бы не слышал, что я вам скажу. До пяти лет это все средние тяжкости. Теперь я вам показываю, я специально поднял в 15-е годы все постановы Верховной Ради, которая принимала в 15-е годы, до всех парламентов Европы и мира, до ООН, чтобы ЛНР и ДНР признать террористическими организациями. В парламенте зарестровано два закону от коалиции, два законы от опозиции, чтобы признать ЛНР и ДНР террористическими организациями. Далее, у нас как называется АТО? Как оно расшифровывается? Антитерористичная, да? Терористичная. А я говорю про то, что есть статья про террорист, финансирование терроризма, который до 15-ти лет избавлен, особенно тяжкий злочин. То есть, Верховная Рада, государство, признала, что это террористы. И мы не должны с террористами торговать все. То есть, на юридическом уровне. Я с вами сгоден. На юридичном уровне, на юридичном, на юридичном, на юридичном, на юридичном. Вот послушай, Вадим, ты знаешь, что я справедливо. Вот я тебе, вот я могу сказать, что на сегодняшний день юридично, они не вызваны террористическими операциями. И торговать, и торговать, и я правильник. Потому что юридичное не означает. И тому террористичное сейчас торговать можно. Потому что для державы торговать можно. Вот и все. Кто вы ни в том, еще не вызвали. Сергей, мы вас поняли. Спасибо. Я хочу просто нагадать, что... А тому крайне необходимо. Сергей, ну точно, вы, Борис скоро, но никогда мне сложно с вами с вами справляться. Дивите, остальное. Нет, уже не остальное. Борислав Розенблата ровно одну минуту не умеет. От когда плохую трибуну, это средняя тяжкость, а когда торгуют, это особая тяжкость. Спасибо, Борислав. И это у меньших злочинств. Сергей, я хочу просто нагадать всем, что когда началась блокада, ее мета была первая, припинить контрабанду. Другая вопрос, вызволить наших военно-полоненных, которые находятся в ДНР и ЛНР. То, что она подняла великий шмат, я буду так сказать, понимаете, всех проблем нашей украинской экономики, энергетики и все еще иное. Действительно, мы не занимались этими вопросами. В 2015 году еще была принята постанова, которая давала энергетическую независимость нашей страны. Не жоден уряд с ней не работал. Но хочу просто нагадать единое. Постану, послушайте, я хочу постану. Нет, в 2015 году не наш уряд. Но вопрос. Постану, послушайте, наш уряд, не наш уряд, наш уряд, украинский уряд. Вот постанова. Послушайте, не перебивайте. Представьте в иншем. Мы должны досягнуть какой-то меты. Если люди там стоят, они должны получать какой-то сенс в этом. Сегодня у Сергея Каплина, послушайте, у Сергея Каплина, заприняются заводы. Потому что сегодня Кремльчугин, мы обитали. Не извините, я давал вам одну минуту. Из всего сказанного здесь можно сделать только один раз. Пока петух не клюнет, украинская власть, к сожалению, не перекрестится. Это все, что я могу сказать по ходу этой программы. Конструктивно это был разговор или нет, вы все сами видели. Всего доброго. Это было Черное зеркало. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok